Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсик, агентство недвижимости Титул. Закончился у нас 2019 год. Было много очень хорошего. Естественно, было и плохое. Я думаю, у вас точно так же было. Но все это хорошее перекрывало все то, что было плохое. Ну, слава богу, что плохое, но не настолько было критичным. Ну, по крайней мере, для меня. Что хочу сказать вам. Я как бы решил сейчас снять вот этот ролик без пафоса. Вот рассказать, как есть, мои мысли. То, что я думаю, то, что я сделал, то, что я планирую в 2020 году. Конечно, 2019 год для меня на самом деле был очень хороший. Это я сейчас говорю все, что связано с недвижимостью, с моей работой. Вот, кстати, и не только с работой. Это тоже не касается работы. Тоже много очень хорошего произошло. Но, кто знает, я канал создал в 2018 году именно в летний, в середине лета. Я, как бы, мои клиенты говорят, Николай, давай быстренько делай этот канал. Будешь выкладывать ролики. Мы приезжие, мы хотим это все видеть вживую до того, когда приедем именно к тебе, чтобы мы визуально видели именно по видеороликам объекта недвижимости, которые ты выставляешь. Знаете, долго-долго-долго я сопротивлялся, но я решил создать этот канал. Но я не думал, что он вот так как бы взорвется. Ну, по крайней мере, для меня. Вот сейчас на сегодняшний день у нас больше 30 подписчиков. 30 тысяч подписчиков. Я не ожидал, я знаю, я не ожидал именно вот такого скачка. Я думал, там, ну, 5, ну, 2, ну, 3 тысячи. Ну, пусть 10 тысяч. А тут неожиданно больше 30 тысяч. Естественно, благодаря этим цифрам я прекрасно понимаю, что я клиентам, ну, подписчикам нужен, тем людям, кто на расстоянии изучает рынок недвижимости не только города Белореченска и Краснодарского края. Сопротивлялся, сопротивлялся и решил все-таки снимать вот эти видеообзоры. Вот, естественно, врать не буду. Я видеообзоры снимал до этого наигранно. Там первые 10 роликов пытался, пытался, пытался. Естественно, много, что мне не нравилось. И у меня даже мои клиенты такие приезжали и говорили, о, Николай, а в ролике ты один, а в жизни ты другой. Ну, как бы как-то неправильно. Коль, вот в ролике будь таким, какой ты есть именно вот в жизни, потому что им в жизни больше нравилось, чем в ролике. Ну, я как бы долго-долго-долго думал, а потом как бы думаю, подождите, стоп. А в принципе, ну, как подписчики и клиенты мои правы. Зачем, ну, показывать себя на экране одним, а в жизни ты другой. Ну, как бы думаю, ну, ладно, это как и буду. Сейчас я снимать видеообзоры именно как есть. Вот, естественно, я начал эти видеообзоры снимать как есть. Я начал приходить, смотреть объекты, показывать трещины, показывать... Короче, если есть минусы, показываю минусы. Если плюсы, естественно, показываю плюсы. Ну, многим продавцам это до этого не нравилось. Благо, аллилуйя, продавцы люди... Я все больше и больше людей адекватных встречаю. Именно касается продавцов. Они, естественно, разрешают мне показывать не только плюсы, но и, конечно, минусы. Да, есть продавцы, которые... Ну, например, я прихожу, они говорят, Николай, вот эту трещину не показывай, вот это не делай и тому подобное. Я говорю своему продавцу, у вас здесь два варианта. Либо я не снимаю, либо я снимаю вот то, что я вижу, то, естественно, я показываю. Понятно, что в 20-минутном или 30-минутном ролике все невозможно показать абсолютно. Но я, в общем, картину для вас это все показываю. Ну и потом мои будущие клиенты, по крайней мере, они видят визуальное расположение комнат, состояние, как ни крути, я в общем говорю. Ну и так далее. Да, я согласен, что моим подписчикам некоторым не нравятся, ну, там, допустим, мои высказывания, мои слова-паразиты, то, что вы говорите. Ну, не говорю, что всем это нравится, но какая-то часть есть людей, и людям некоторым не нравится, например, как, я говорю, мои хорошие друзья, буду говорить мои хорошие. Почему? Потому что вы на самом деле мои хорошие. Ну, не буду уж я говорить, вы, например, ну, там, плохие какие-то и так далее, но реально вы мои хорошие. Да, и буду друзья говорить, потому что вы друзья. У меня очень много подписчиков, которые приезжают в нашу компанию. Да, не все покупают именно в городе Белореченске, не все покупают недвижимость там, где мы занимаемся. Ну, по крайней мере, люди приезжают, мы встречаемся, мы показываем все, что необходимо. Ну, а дальше уже наши подписчики, клиенты делают выбор, либо оставаться там, где мы занимаемся, либо покупать в других районах, которые мы, допустим, не занимаемся. Я, кстати, очень, мне очень приятно, что мои подписчики мне и в комментариях пишут, и также мне вживую либо звонят, либо в WhatsApp пишут, либо в соцсеть что-то пишут. И говорят, Николай, огромное спасибо, что ты появился, огромное спасибо, что ты показываешь именно обзоры именно вот так, как, допустим, им нравится. Да, я согласен, что есть некоторые мои подписчики, которые что-то не нравятся, но, в общем, картина видна интересно. И самое главное, уважаемые подписчики, я для вас, ну, я вот как бы читаю ваши комментарии, я прекрасно понимаю, есть много вещей, которые вас не устраивают, но я вам обещаю, я это вижу, я это чувствую, и я буду обязательно меняться. И в 2020 году очень-очень-очень-очень будет много интересного. Что я имею в виду, например, на сегодняшний день мы занимаемся недвижимостью, это Белореченск, Капширонск, Хадыжинск, вот Горячий Ключ мы начали изучать, Гинскор район, Кореновский район, Услабинский, Лобинский, Курганинский район. Мы, также мои подписчики говорят, там Николай Славинск на Кубани, Северский район, Анапа, ближе к Краснодару, Тихорецкий район, ну и тому подобное. Да, я это все слышу, я понимаю, что вам это необходимо и нужно, но, друзья, потерпите, чуть попозже это все будет. Я, естественно, в этом году экспериментировал, я делал форматы роликов, ну, допустим, что-то в стандартной схеме, что-то, как бы, чуть-чуть экспериментировал. Да, есть моменты, которые я угадал, что вам нравится, что угадал, что не нравится и на следующий год вам очень понравятся мои ролики, это я вам обещаю. И обязательно, кстати, вы мне тоже подсказывайте, мне очень это важно, ну, вдруг где-то что-то, ну, есть какая-то у вас идея, обязательно предлагайте, потому что, еще раз говорю, только благодаря вам я меняюсь. Если кто вначале меня видел, я какой-то скучный был, я как-то в общем, а потом раз и неожиданно начал быть другим. Это только благодаря вам и только вам. И на следующий год, естественно, я планирую расширяться именно по геолокации. Да, я понимаю, что мне в этом году будет очень тяжело, это я прекрасно понимаю, но, но я также прекрасно понимаю, благодаря вот этим, реализации вот этих идей приведет к тому, что, во-первых, моим клиентам это будет, ну, более полезно, более информативно. И, естественно, для меня, как руководителя и компании и так далее, это привлечение новых клиентов. Я тут скрывать не буду, естественно, YouTube-канал созданный для того, чтобы привлекать клиентов. Вот, и, по крайней мере, я показываю клиентов, как я живу, как я работаю, как я что делаю и тому подобное. И мои клиенты, им это очень интересно, и они уже заранее прекрасно понимают, кому они будут обращаться, через кого будут покупать. Ну, естественно, как мы будем работать. И, кто не знает, вот мне недавно, вот мои подписчики говорили, Николай, почему ты Белоречку вот сейчас запустил, начал на другие города ориентироваться и так далее. Друзья, имейте в виду, что моя супруга Наталья Сомсикова создала, мы создали новый YouTube-канал, называется Наталья Сомсикова, где моя супруга сейчас выкладывает ролики именно по городу Белореченскому и Белореченскому району. И, опять же, уважаемые подписчики, если вы тоже обратили внимание на моем канале и в ближайшее время на канале у супруги будет обязательно, мы выкладываем ролики, где мы не просто вот рассказываем о ролике, да, понятно, там характеристика и так далее, но мы сейчас стали указывать номера телефона собственников и геолокацию, ну, где находится именно объект недвижимости. Да, я прекрасно понимаю, что мне пишут, Николай, там, давай говори, где до Черного моря, где, допустим, до Краснодара, ну, какие-то моменты, медпункт и так далее. Да, уважаемые подписчики, я прекрасно понимаю, что для вас это очень важно, простите меня, да, где-то в каких-то роликах я это могу забыть сказать и так далее, но я исправлюсь. И вот эти все ролики, ну, будут все более-более-более для вас информативны. Так, дэ-дэ-дэ-дэ, у меня просто одна дорога, внимательно еще смотрю. Вот, ну, сегодня, смотрите, вообще, 2019 год, я вот сейчас скажу про нашу компанию, что реально произошел скачок. мы в три раза стали работать в раза больше, лучше и так далее. Я никогда, допустим, вот мы раньше занимались только городом Белореченском, ну максимум там возле Маякопа где-то, а сейчас уже другие города. И знаете, вот я скажу, это вы меня заставили, это вы меня заставили. Знаете, я сопротивлялся, а потом я понял, что для меня и 100 километров, и 150, и 200, и более того, и 300 километров уже не расстояние. Ну, не расстояние. Да, конечно, очень тяжело. Вот я, знаете, вот недавно, ну вот, допустим, вот у меня Тойота, она, естественно, жрет очень много бензина, ее надо обслуживать правильно и тому подобное. И я вот каждые 40 дней меняю масло в двигателе. Это к чему я говорю, что мы настолько такие расстояния. Вот я за 40 дней наматываю от 10 до 13 тысяч километров. У меня ребята, которые в мастерской работают, они говорят, слушай, ты что, таксистом работаешь? Нет, риэлтором работаю. Вот. Что касается вот риэлтора, уважаемые подписчики и гости моего канала, я знаю, что есть люди, которые не подписаны на мой канал. Обязательно подпишитесь, поставьте лайки, колокольчик, потому что я практически каждый день выкладываю ролики. На следующий год у вас будет где-то, ну скажу так, вот в день 1-2 ролика, это 100%. И я даже сейчас, я вот не просто буду вам выкладывать обзоры недвижимости, да, буду делать все возможное, чтобы, ну, допустим, какие-то обзоры поселков, каких-то улиц, ну и тому подобное. Что касается именно как риэлтора, вот некоторые пишут мне, Николай, ты впихиваешь, что ты впариваешь, люди его не слушают и тому подобное и так далее. Ребята, это для тех, кто, допустим, не знает, что вы знали, я работаю с 2005 года, вот, на сегодняшний день наша компания, вот, в декабре исполнилась 14 лет. Если бы мы были плохие, если бы я какой-то был аферист и тому подобное, поверьте мне, я бы на этом рынке не существовал. И более того, я, может быть, там менял название компании и так далее, а у нас как было, титул, он так и остался. Вот, да, сложностей очень много. Я не говорю, что вначале я работал прям идеально для покупателей, для продавцов, нет. Я раньше был такой же, как все риэлторы, но в один прекрасный день, это где-то ориентировочно 2012-2013 год. Вот, естественно, я начал понимать, что надо очень сильно отличаться от других риэлторов. Вот, к сожалению, к сожалению, я этот рынок знаю, я знаю эти правила, я знаю, как это, они работают и тому подобное. Да, я подтверждаю, большая часть риэлторов, уважаемые подписчики, на «ё». Это большая. Что я имею в виду? Мы не будем сейчас слова накрутка и тому подобное. Мы сейчас не говорим про это. Да, эту тему тоже мы обсудим. Мы сейчас говорим, ну, например, вот были случаи такие, как, например, там про автобусы, говорят, что там три раза ходит автобус, а он один раз. Да, говорят, что не топят, а там топят. Или грунтовые воды далеко, а грунтовые воды близко и так далее. Конечно, да, риэлторы, есть моменты, которого, допустим, риэлторы не могут знать. Вот, например, я сейчас начал геолокацию изучать, допустим, ну, в объемах. Естественно, про Белореченский район я могу все, что угодно рассказать. А вот уже касается других районов, максимум, что я могу для вас показать, это только недвижимость сама. Вот про недвижимость я могу рассказать, а по поводу района, да, к сожалению, уже, это уже вопросы к продавцу. И я даже советую моим подписчикам, когда вы приезжаете, выбираете недвижимость, неважно, через нашу компанию, либо через другую риэлторскую компанию, либо вы самостоятельно планируете искать недвижимость, обязательно, пока вы все не посмотрите, пока вы точно на тысячу процентов не будете убеждены, что да, это недвижимость, вот именно, знаете, как сердце, вот все, оно мое, екнуло, только тогда вы выбираете еще там, по соседям пройдитесь, загляните еще раз в подвал, зададите каверные вопросы продавцу и тому подобное. Мы вот, когда общаемся с продавцами, я всегда говорю продавцу, там говорит, ой, вот это не показывай. Я говорю, уважаемый продавец, давайте мы сделаем так. Если вы хотите спокойно найти себе, ну, как бы, покупателя, да, продавцы все хотят там быстро продать и так далее, но, уважаемые продавцы, если вы быстро продали свою недвижимость, быстро получили деньги, это не означает, что, как бы, вы ушли от проблем. Имейте в виду, если вы что-то скрыли от покупателя, покупатели тут тоже не дураки, вы должны прекрасно понимать, что покупатели это такие же люди, как вы, те люди, которые продали свою недвижимость, те люди, которые хотят купить другую недвижимость, и они же не хотят покупать недвижимость, которая куча-куча проблем. Да, недвижимость, которую вы покупаете, все равно есть где-то минусы, вы прекрасны, без меня это понимаете. Но продавцы, когда, например, вы показываете недвижимость в туннель, сейчас чуть-чуть заеду, будет темно, когда у вас есть минусы, вы лучше покупателю это все объясните и покажете, по крайней мере, у вас будут очень нормальные отношения с покупателем в будущем, вот, ну и по крайней мере, покупатель будет информирован, что у вас, да, есть минусы, да, где-то вы что-то скидку сделали, да, покупатель это все санализировал, понимает, что это он этот минус видит, он понимает, что этот минус можно переделать, сделать и тому подобное, и тогда уже к вам вопросом не будет. Но если вы, не дай бог, скроете какой-то минус, особенно связанно с конструкцией дома, ну реально, там по фундаментам, по стенам, по крыше и тому подобное, то готовьтесь к проблемам, именно вот, ну потому что каждый покупатель, он может потом вам предъявить, и это даже через суд, и это будут намного худшие последствия, и там некоторые продавцы думают, да, он, если купил все, типа, отстаньте от меня, все, что вы хотите от меня, нифига, не прокатит это. Были такие истории, где продавец скрывал минусы, и потом покупатель, естественно, это вызывается специалист, он дает официальное заключение, это был скрытый дефект, которым продавец знал, все, и тут не вариант, и тогда у вас будут проблемы. В лучшем случае, если вы это договоритесь между собой, там вернете деньги какую-то часть, ну а в худшем случае вы вернете деньги, заберете свой дом, и еще на вас повесят вот эти все расходы и тому подобное, а там это куча денег. Ну ладно, мы не будем говорить о плохом, мы давайте скажем, в общем, о хорошем. Кстати, касается о плохом, никогда не будет плохое, когда, вот как я сейчас говорю, давайте друг другу помогать, давайте друг другу подсказывать. Вот я, допустим, у меня некоторые там негативные комментарии пишут, что такое негативные комментарии, я не говорю в мой адрес, друзья, и вот кто бы что на меня не писал, я на это не обращаю внимания, я прислушаюсь. Плохое это, ну как сказать, если критика вот реально адекватная, нормальная, то, естественно, я к этому нормально отношусь. И уважаемые подписчики, те, которые маты пишут, а такие случаи бывают. Ну давайте, и кстати, я обратил внимание, у меня даже есть подписчики, которые плохие слова пишут, которые реально мои зрители, они давно на меня подписаны, они кучу вот таких гадостей пишут и так далее. Ну слушайте, если вы меня смотрите, значит вам нравится мой канал, я стараюсь делать все возможное, чтобы мой ролик был, ну как, позитивный и тому подобное. Ну я же матами не говорю, ну понимаете, ну давайте как-то, ну культурно себя вести. Есть замечания? Напишите, распишите, почему там факты и тому подобное. Не то, что якобы и тому подобное. Вот, ну как бы вот такие. У нас мы должны помогать друг другу. Да, есть в каждом недвижимости есть свои минусы, отрицать не буду. Вот у меня, знаете, вот я начал обращать внимание, выставляя недвижимость, например, там 300, 400, 500 тысяч, это очень ограниченная сумма. И там некоторые пишут, ой, кто это купит, даром не надо и тому подобное. Знаете, мои хорошие, ну не у каждого есть 2, 3, 4, 5 миллионов и 10 миллионов. Я знаю, что есть люди, у кого очень пипец какая ограниченная сумма. И кстати, если вы обратили внимание, я единственный риэлтор, блогер, который выкладывает дешевое жилье. И я прекрасно понимаю, что я для людей, у кого ограниченная сумма, очень нужен. И для таких людей, которые вот очень дешевое жилье ищут, я вам скажу новость на следующий год. Я вам обещаю, будет еще больше роликов дешевое. Ну, в общем, если я скажу, и спасибо, что вы это пишете. У меня некоторые подписчики пишут комментарии. О, Николай, красавчик, ты для всех. Не то, что, знаете, вот если вы обратили внимание, есть блогеры, там вот, ну, например, там за 5 миллионов выкладывают, за 3 миллионов и так далее. А я стараюсь и за 3, и за 5, и за 6, и за 300. Так, у меня дешевле вроде бы 300 не было. Ну ладно, но я стараюсь именно выкладывать именно ролики для всех во всей ценовой категории. Опять же, да, я не могу всем угодить. Я не могу все выкладывать. Это физически нереально. Но, по крайней мере, мы вместе с вами изучаем рынок недвижимости Краснодарского края. Вот, и много подписчиков у меня очень, ну, благодарят меня, то, что я стал выкладывать адреса и телефоны собственников. Я когда продавцам приезжаю, говорю, ребята, вот если мы с вами договоримся, у вас будет указан номер телефона ваш и адрес. Он говорит, что, Коль, ты серьезно? Я говорю, я серьезно говорю. Но давайте все по-честному. И, кстати, уважаемые подписчики и будущие клиенты, кто планирует переехать в Краснодарский край, я знаю прекрасно, что вы не хотите платить деньги за риелторские услуги. Отрицать я не буду. Да, и для этого я сейчас начал выкладывать ролики, где указан номер телефона собственника и адрес. Если вдруг этот объект недвижимости вам понравится, устроит, вы прям можете звонить туда, общаться, разговаривать, если, ну, и покупать. И не надо за это платить, если вы сами планируете там ездить, смотрите и так далее. Платить ничего не надо за, ну, вот эти объекты недвижимости. В будущем, ну, понятно, есть покупатели, которые приезжают там в город, приходится, ну, им показать очень много объектов недвижимости. Там понятно, что надо будет платить. А если вы самостоятельно планируете искать недвижимость, уважаемые подписчики, прям берем, набираем телефон, общаемся с продавцами и без проблем за эти или иные объекты недвижимости платить, ну, ничего не надо. Ой, это, чуть-чуть водички захотел, сейчас попью водички. Кстати, скоро Новый год, вот сейчас у меня на моих часах 4 часа вечера. Я, конечно, не знаю, получится у меня загрузить ролик именно перед Новым годом, но на улице плюс 2, вот сейчас туман у нас. Мне, конечно, я вот сейчас от души хочу сказать, вот по поводу будущего года, уважаемые подписчики, дай бог, дай бог, все, что вы запланировали, у вас сбылось. Дай бог, все, что вот касается недвижимости, вы нашли себе хорошего покупателя, чтобы вы нашли себе выгодное предложение касается, когда вы будете именно покупать недвижимость. Я хочу, чтобы у вас вот то, что вы запланировали в будущем году, у вас все сбылось. Но поверьте, все от вас именно зависит, все от вас. Не переживайте, не торопитесь, настраивайте себя только на позитив. Да, зараза, будет что-то происходить, то, чего вы не планировали. Но это жизнь, это судьба такая. У меня тоже, вот возьмите 2019 год, я много чего планировал. И на пути много каких-то препятствий появляется. Что-то касается, вот, например, приезжаем к продавцу, все, классный дом, то проблема с документами, то продавец не идет на контакт, ну и тому подобное. Касается покупателей, я очень рад в этом году, вот когда мы на YouTube вышли, много звонков, много комментариев, много клиентов, да, мы не всем можем угодить так, как надо. Ну, есть моменты, конечно, уважаемые подписчики, как говорится, есть же не все хорошие риэлторы, так же не все хорошие покупатели. Потому что есть покупатели, ой, Коля, там, а за что мы должны тебе платить и так далее. Ну, как за что? За то, что мы вам показываем, да, за то, что мы работаем с вами и так далее. И опять же, мы-то берем по результату, не устраивает, не берите тогда. Есть, да, плохие покупатели, отрицательные, но радует, что основная часть, вот скажу так, из 100% клиентов только 1% это будут те клиенты, которых я в будущем категорически видеть бы не хотел, повторно. У меня даже есть, были покупатели, которые мы работали с ними, мы могли бы им помочь, рассказать, но люди, понимаете, они нечеловечные, они сверх смотрят. Вот я, допустим, я всегда простой. Да, у меня есть, ну, команда, которая, не только я работаю с моими клиентами, плюс моя команда, естественно, приходится следить за ними, чтобы они качественно работали. Но я, когда работаю с клиентами, я всегда, ну, вот я отношусь к клиенту настолько серьезно, чтобы клиент мой был довольный. Не важно, это покупатель и продавец. Конечно, продавцу хочется помочь продать, и потом в будущем ему найти недвижимость. Ну, а покупателю, особенно приезжему, сделать все возможно и предоставить всю полную информацию по возможности, уважаемые подписчики, по возможности. Но, в общем, атмосфера классная, замечательная, позитивная. Мне очень приятно, когда, например, вы даже ролики видели, мы приезжали к клиентам, обнимались, целовались и тому подобное. У меня, да, есть покупатели, которые недовольны, допустим, ну, то, что они выбрали. Но, уважаемые подписчики, мы о чем говорим? О том, что когда человек приезжает, вот, например, 300, 400, 500, 1,5 миллиона. Это, вот поверьте мне, даже уже сейчас 2 миллиона, это уже ограниченная сумма. Это те люди, которые планируют купить недвижимость там где-то в городах. Ну, я не говорю поселка, а именно в городах, как у меня, я недавно как-то делал роли в городе Белореченске. За 2 миллиона пишут, ой, что за дерьмо ты предлагаешь, можно в городе Белореченске купить за эту сумму намного лучше и дешевле. Друзья, это бред, это нереально. Сейчас нормальный дом в пределах 2-2,5 миллиона очень тяжело купить. И, кстати, кто уже был в городе Белореченске, обязательно, неважно, через нашу компанию Скалли, либо через других риелторов, либо, ну, самостоятельно. Напишите, пожалуйста, ваше мнение, чтобы подписчики, другие люди, которые планируют переезжать, неважно, это Белореченский район. Ну, давайте вот возьмем Краснодарский край, подскажите людям в реальности. Потому что, ну, допустим, если брать город Белореченск, люди, некоторые думают, что за 2 миллиона можно купить, ну, реально, там, капитальный дом. Ну, уважаемые подписчики, это тяжело. И давайте жить реальностью. Я согласен, в городе, в Краснодарском крае, ну, пипец такие цены. Я сам в шоке. Вы не думаете, там, некоторые думают, о, риелтору чем дороже продать, тем ему выгоднее. Нет, для меня чем дешевле, тем лучше. Почему? Потому что у людей, я знаю, что, ну, знаете, ну, не у всех много денег бывает. Да у кого деньги, я вас умоляю, все в кредитах, все в долгах. И денежные средства, это по-любому связано с ипотекой, с продажей дома. Родители помогают, родственники где-то у кого-то занимают и так далее. Я тоже человек, я такой же, как и вы. Ну, я имею в виду то же самое в кредитах, то же самое где-то занимают деньги и тому подобное. Но у меня некоторые там пишут, ой, на прадике ездит, крутой, сколько там лохов развел и тому подобное. Во-первых, я лохов не разводил. Это раз я работал своими покупателями, я работаю честно. И я людям показываю, а люди уже принимают решение покупать эту недвижимость или нет. Вот, а лохов я не развожу. У меня нет, я тем более, знаете, вот я сколько раз говорю, компания работает с 2005 года. Если бы что-то, ну, мы бы работали неправильно бы, мы бы не, на этом рынке бы не существовали. И многие люди знают, неважно, это риелторский бизнес, там касается обслуживания, юридические услуги. Возможно, с какими-то, это вообще любой бизнес, особенно сейчас связано с соцсетями. Сейчас, боже упаси, если кого-то дурить, кого-то обманывать. Не, ну, знаете, если люди какие-то залетные, у нас есть риелторские компании, которые там люди приезжают, там, и я вот вижу, они в одном городе пожили, в другом городе пожили и так далее. Вот, да, вот этим людям, конечно, доверять, боже упаси, нельзя. Почему? Потому что эти люди, они, знаете, вот как переезжают с одного города до другого. А если вы видите компанию, опять же, я говорю, в любую сферу, что они давно на рынке, они много лет работают, и они, ну, именно живут здесь и так далее, естественно, им можно и нужно доверять. Это очень важно. И я, например, каждый человек хочет ездить на такой машине, допустим, как у меня, или как у вас, допустим. Вы думаете, что я сразу на такую машину сел? Да, конечно, нет. У меня и шестерка, и семерка, и девятка была, и праворульная, и опошка. И тому подобное. Вот, ну, и хочется такую машину. И я пашу, как Папа Карла. Мне работает, она очень нравится. Я ее люблю. Вы знаете, я до этого, конечно, ну, работал, связанно с сельским хозяйством. Да, друзья, я раньше выращивал и картошку, и клубнику, и грибы, и теплицы стал, и так далее. Ну, как-то вот получилось, я попал в этот бизнес, я прочувствовал, мне это понравилось. Это, и тем более, я когда в YouTube зашел и начал работать по краю, друзья, у меня настолько мир поменялся. Я понимаю, что люди не только, я как сказал, покупают в городе Белореченске, и также по краю. Да, я, ну, такой думаю, блин, а как же сделать, а как это, хочется и там, и там, и там, и там. И вот как-то вот постепенно, постепенно я, как бы, стал изучать рынок недвижимости именно Краснодарского края. Именно для вас, и люди начали обращаться ко мне для того, чтобы покупать, ну, допустим, либо Белореченск, Абшуронск, Майкоп и тому подобное. Вот. Вот такие дела у нас выглядят на сегодняшний день. Я очень советую покупателям, когда в будущем вы планируете искать себе недвижимость, еще раз повторюсь, не торопитесь с выбором, я имею в виду, неважно, это либо купите дом, участок, квартиру, либо Белореченск, Абшуронск, там, Хадыжинск, другие, изучайте, смотрите. Если у вас есть возможность пожить там неделю, две, месяц, полгода, пожалуйста, приезжайте, живите, изучайте все. Только тогда делайте выводы, только тогда принимайте решения. Я, знаете, вот изучаю сейчас, читаю форумы, соцсети и так далее. Ну, знаете, конечно, вот возьмите любое место, в любом месте будет, зараза, всегда минусы, но есть и плюсы. Понимаете, всегда в любом месте, неважно, Краснодар, Побережье, Анапа, Белореченск, Адыгея, горы, Абшуронск, Хадыжинск, Горячий Ключ, всегда будут и минусы, и плюсы, но только, но для меня в этом месте будет плюс, а для вас будет минус, понимаете. Вот, например, я живу сам в городе Белореченске, я родился в Белореченске, мои родители в Белореченске, мои деды и бабушки, они из Белореченске, и мне нравится Белореченск, я изучаю весь край. Да, у меня есть возможность, например, в Краснодаре купить, на море, ну и мне нравится Белореченск, понимаете. Другой приедет, ой, я не хочу в Белореченске, хочу в Хадыжинске, понимаете. Да, а я наоборот в Хадыжинске не хочу. Вот, у всех везде разное. И вот, когда наши подписчики приезжают, смотрят, изучают, ну, и когда я вижу, что человек делает выбор самостоятельно, душою, сердцем. Знаете, как я иногда говорю, вот приходит ко мне клиент, вот у него, ну, иногда бывает выбор между там двух или трех домов, и вот он мне говорит, Коль, ну, что ты посоветуешь и так далее. А я чувствую, что человек вот больше вот о том объекте говорит, да. Я говорю там, Сереж, скажи мне, вот ты зашел в дом, вот ты почувствовал твое? Он говорит, да, все. Если ты почувствовал твое, дальше, потом анализируют там, допустим, школа, садик, медицина, там работа, состояние дома, что влупить и тому подобное. По поводу влупить вложение денег в любой дом, неважно, вы будете новый покупать, вторичку, всегда надо вложить деньги. Да, где-то большие деньги, где-то маленькие деньги, где-то сейчас прям надо, а где-то потом. Самое главное, живите реальностью. Вы должны понимать, что, ну, как вам сказать, вот, допустим, вот вы приезжаете, дом смотрите, особенно у кого ограниченная сумма, ага, крыша течет, уже ее надо сразу менять, понимаете? Вот, не надо там отлаживать это на потом. Если вы видите, что это тянете, все, значит, покупать это. Если вы видите, у вас не получается, вы не тянете по деньгам, то, конечно, уже, допустим, надо будет чуть-чуть по-другому. Либо подождать, либо поискать какой-то другой объект недвижимости, ну, чтобы потом промаха не было. Блин, как туман садится, будет, наверное, сегодня холодновато. Вот. Ой, сейчас, друзья, поверну, чуть-чуть это, подустал. Вы, конечно, простите, может быть, кому-то нравится, кому-то не нравится. Вот, ну, я как-то это все спонтанно решил записать. Мои подписчики в конце года по-любому ждут. Ну, им интересно, вот, как я вот такие вещи поднимаю. Вот, кстати, знаете, вот по поводу, я вот комментарий, недавно комментарий прочитал, там пишут, ой, Николай, там ты про мусорку молчишь и тому подобное в городе Белореченске. Уважаемые подписчики, знаете, во-первых, я не молчу. Я в некоторых роликах говорил, что там, говорит, у вас полигон какой-то там астрономический и тому подобное. Я, вот, знаете, вот я чисто свое мнение сейчас скажу. Я не буду умничать, я скажу, как есть и так далее, учитывая, я живу в городе Белореченске, моя семья в Белореченске и так далее. Лично мне мусорка не воняет, это как его, воняет она только где поворот Геогинский, это за пределы города Белореченска, вот, я просто говорю, как есть. Более того, более того, мои многие-многие знакомые, которые живут и в городе Белореченске, когда я звоню, там, слушай, Руслан, у тебя воняет, он говорит, не воняет. Влад, у тебя воняет, не воняет, понимаете? Ну, кому-то воняет, кому-то не воняет. Я не знаю, что за схема у них там, может быть, что-то связано с бизнесом, чтобы это раздуть и тому подобное, но рассказываю. Например, я вот, например, поехал в Динский район, село Красносельское, допустим. Я такой заезжаю туда, а там воняет, вонять не могу. Знаете, ну, реально такой вот запах, вот, допустим, я когда, вот, где Геогинский поворот, ну, наши местные знают на трассе, и я почувствовал, ну, я вот запах здесь, в Геогинском повороте, и запах Красносельское. Поверьте мне, наш, вот этот воняет якобы, Шанель номер 5, это лично мое мнение. Потом я ездил в выселке, в выселке заехал, тоже запах непонятно фиг знает чего и тому подобное. Понимаете, я к чему это все говорю? Пока человек сам не приедет, никогда не делайте выводы. Вот приедете, почувствуете, увидите своими глазами, только тогда делайте выводы и пишите ваши страшилки и тому подобное. Понимаете, вот это очень важно. Потому что, поймаете, вот некоторые люди, ну, вот возьмем, там пишут, не только, кстати, про Белореченск, про другие там районы, пишут такую чушь. Да, вот, например, возьмем море, да, в море, допустим, есть и плюс, и минус, отрицать я не буду. Для меня это может быть, ну, вот море для меня минус, да, допустим, но для людей это плюс. И вот мне, когда клиенты спрашивают, Коль, скажи, что лучше жить, у моря или в Белореченске? Я человеку говорю, пока вы сами не приедете, вы не поймете. Почему я говорю, я могу сказать свое мнение, мне вот здесь, но это не означает, что вам здесь будет лучше, как мне. Может быть, наоборот, вам там будет лучше. Понятно, что у моря тоже есть свои плюсы и минусы, там влажность, потом ветра, ну и тому подобное. Понимаете, там у них, особенно, где топсы и так далее, там наводнения много. Вот я вот, ну, нюансов очень много, очень много. Может, я эмоционально, друзья, это все говорю, простите меня. Вот, и в комментарии, просто, когда вы что-то пишете, да, допустим, если, кстати, вот касается комментариев, те люди, которые живут в Краснодарском крае, переехали или вот местные, обязательно напишите свое мнение, не важно только город Белореченск. Вот берите весь край, живете в Курганинске, пишите, живете в Абширонске, пишите, в Хадыжинске, пишите, в Туапсе, пишите, пишите свое мнение под этим роликом. Как вам живется, что устраивает, что не устраивает, воняет, не воняет, люди плохие, преступность и так далее. Там иногда тоже такую чушь пишут, Белореченске, преступность, еб, парный театр, я живу, какая преступность. Ну, понятно, что бывает такое, там морду набили, кого-то там подстрелили. Друзья, мы живем в России, покажите, где это не делается. Это везде, это везде. Да, если вот касается работы, там тему затрагивают, там нет работы, там нет работы, что вам там на юге делать и так далее. Друзья, ну, знаете, допустим, вот у меня есть мой круг знакомых, с кем я общаюсь, дружу и тому подобное. У них как-то с работы все хорошо, работают, живут и тому подобное. Да, согласен, люди, которые с других городов сюда будут переезжать, им будет очень тяжело первый год, я всегда говорю, потому что переезд, пока адаптироваться, пока найдет работу и так далее, это нормально, это нормально. Но, когда вы переедете сюда, на юг, поймаете, разницу вы почувствуете. Вот говорят, жара, жара у нас три недели максимум в августе, а в общем нормально, поймаете. Вот, ну, не там же находиться, там, где вечно холодно. Ну, я, допустим, там бы не мог находиться и у меня никогда мысли, ну, чтобы жить в холоде. У вас сколько вот, например, лета, вот, ну, лета бывает. Вот, вот, если люди вот с севера откуда, сколько у вас лета бывает, тут у меня люди говорят, Коль, а у нас лето две недели, три недели и так далее. У меня люди недавно приехали с города с севера и говорят, Коль, у нас, а это вот было недели тому назад, они говорят, Николай, говорит, у нас лето, как у вас зима, у нас было плюс 17, в декабре у нас было плюс 17. Ну, друзья, ну, не классно же. Ну, классно же, классно же, то, что, ну, здесь тепло, хорошо и так далее. Да, может быть, кому-то хочется снег видеть часто, но если часто, то на Красную Поляну поехали, или Плата Лаганаки, ну и так далее. Комментарии разные бывают, мнения у всех разные бывают, но тут, видите, у меня все вперемешку, так все получилось, простите меня, пожалуйста. Я, знаете, я прямой человек, вот то, что мысли залетают, то я и говорю. В 2020 году, уважаемые подписчики, как я сказал, желаю, чтобы у вас все сбылось, именно то, что вы запланировали, а это будет точно, если вы цель поставите. Чтобы максимально было, ну, вот этих проблем, проблемы они, конечно, будут, но чтобы вот проблемы, они вот так обходили вас стороной, вот чтобы они вас не касалися. Я хочу, чтобы вы все были здоровы, чтобы вы были счастливы, чтобы у вас было все хорошо, чтобы у вас всегда лучик солнца было, даже когда снег и дождь идет. Понимаете, друзья, от вас очень много зависит. У меня один знакомый сказал, давно-давно, говорит, вот Николай, вот если ты вот будешь настраиваться на позитив, этот позитив и счастье, вот это хорошее настроение, оно будет тянуться к тебе. Если ты будешь хорошим человеком, то же самое люди будут тянуться к тебе хорошим. Будешь плохим человеком, тебе будут плохие люди тянуться, или ты к плохим людям, ну, или вот так. Я хочу, чтобы 2020 год, допустим, у меня, вот я то, что запланировал на следующий год для вас касается вот именно работы, касается роликов, изучения и так далее. Конечно, я прекрасно понимаю, что, возможно, ну, не все реализуется, это нормально, это нормально. Но то, что я запланировал, это да, будет тяжело, но я хочу делать обзоры качественные, делать услуги для вас именно на высшем уровне. Кстати, опять же, благодаря вам вы мне это все подсказываете. Я хочу, чтобы к нам приходили на работу те люди, которые, вот я имею в виду сотрудники, которые будут с душой работать именно с позитивом, чтобы они не втюхивали, да, а вот именно помогали. У меня, я очень много людей уволил, уважаемые подписчики, которые даже 10 лет работали, которые, понимаете, вот я, как я говорил еще в предыдущих роликах, мы решили, ну, кардинально начали меняться. И мы начали понимать, что мы много сотрудников потеряем из-за того, что они не захотят меняться, они захотят легких денег. Есть такое понятие в риелторском бизнесе, легкие деньги. Там пришел покупатель, ему втюхал, получил деньги и про покупателя забыл. Не, про покупателя я не хочу забывать даже после сделки. Я хочу к людям в гости приходить. Я хочу, чтобы о нас говорили только хорошее. А если будут говорить плохое, буду звонить людям и буду спрашивать, а почему вы говорите плохое. Вот, конечно, есть люди, которые нас недолюбливают. Я сейчас говорю про некоторые риелторские компании города Белореченска. Такую чушь несут. Да там это титул, такие аферисты и тому подобное. Нет, друзья, мы не аферисты. Те люди, которые приезжают к нам, они видят, что мы серьезно относимся к работе. Мы любим очень своих клиентов, покупателей. Мы уважаем их. Мы стараемся их чувствовать. Мы стараемся предлагать те объекты недвижимости, которые их устроят. К сожалению, это не всегда получается. Я говорю, как есть, потому что у нас, у нашего народа, у русских, то, что мы живем в России, но в реальности мы не успеваем зарабатывать те деньги. Цены же растут фантастически. И мы не успеваем. Знаете, я год тому назад, у меня когда-то был сон такой. Вот я говорю, факт. Я как-то год или больше год тому назад, я такой проснулся, и у меня сон приснился, что 50 рублей бензин начал стоить. Представляете, вот прошло, и вот я уже на Луколе заправляю 48-49 рублей бензин. А я уверен, что после Нового года бензин будет дороже. Представляете, вот такие моменты. Мы не успеваем вместе с вами зарабатывать деньги вот эти. Конечно, да, я отрицать не буду. Я в политику лезть тоже не буду. И вам не советую, потому что, что бы мы ни думали, что бы мы ни говорили, они будут делать так, как им надо, они будут делать так, как им выгодно. И нам приходится подстраиваться под это. И я вот стараюсь жить реальностью. Конечно, о будущем я по-любому думаю, потому что у меня двое детей, у меня две дочери. И приходится, конечно, пахать, как папа Карло. И я уверен 100%, что многие мои клиенты и подписчики, они тоже пашут, как папа Карло, как и я. И у нас выбора нету, просто у нас выбора нету. Всегда будет тяжело. Но опять, если мы себя будем настраивать на позитив, будем помогать друг другу, то я думаю, у нас будет это получаться. Знаете, я даже очень часто, когда клиенты покупают недвижимость, проходит время, я некоторым звоню, ну как, ну-ка, ой, Коль, нам вот, да, тяжеловато там, ну все классно, мы довольны. Понимаете, вот приятно, вот я был у Марины и у Олега с Братска, вот они в станице Рязанской купили, вот они где-то 3-4 месяца как купили, вот к ним в гости заехал. Они счастливы, нравятся. Вот говорят, да, Коль, там есть моменты по дому и тому подобное. Ну старый дом, есть старый дом, но они, ну счастливы, они довольны, что они переехали. Им нравится, куда они переехали. И мне это нравится. И вот эта энергетика, она меня подпитывает. Мне настолько, ну нравится, что люди счастливы, то, что они переехали оттуда и приехали сюда. У меня, знаете, есть клиенты, которые сюда приезжали, именно в город Белореченск. Они Белореченск, там есть, другие города изучали. И они приехали к нам, потом уехали в другое. Проходит время, ну не вернулись. Я звоню там, например, там, Саш, как дела? Ну что, Коль, я купил, все отлично, замечательно. Ну там, человек, там, прости меня, что там не через тебя. Я говорю, да не переживайте. А мне, знаете, ну приятно, что человек доволен, он купил. Ну вот все отлично, замечательно. Вот, я думаю, ну не только меня такие эмоции, ну как сказать, подпитывают именно в хорошем смысле работы, позитивно. Простите, друзья, вот чуть-то все заплетается уже это. Но давайте, короче, прекратим разговор. Уже просто подъехал дома, уже вот начинает темнеть. Я думаю, меня уже не так хорошо видно на камеру. Друзья, поздравляю вас с Новым Годом. Желаю счастья, здоровья, любви. Обязательно напишите в комментарии ваше мнение. Любой абсолютно комментарий касается меня, касается нашего агентства, касается Нового Года, касается переезда. Абсолютно, абсолютно все, что вы хотите. Будьте счастливы, будьте здоровы. И дай бог, чтобы в 2020 году, не то что дай бог, а у нас это получится с вами, чтобы сбылись все наши мечты. А я уверен, что это будет 100%. Друзья, был с вами Николай Сомсиков, агентство недвижимости Титул. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...